В Уральске открылась школа программирования IT-хаб. Ее слушателями стали студенты вузов и учащиеся колледжи региона. В течение полугода они будут осваивать информационно-коммуникационные технологии, научатся разрабатывать интерактивные 3D-приложения, изучат языки программирования. Благодаря финансовой поддержке региональной IT-ассоциации обучение в школе проходит бесплатно. Всего за парты школы программирования сел 31 слушатель. Все они решили освоить сложные, но очень востребованные навыки фронт-энд-специалиста. Основная задача школы это подготовка специалистов, так как кадровый дефицит испытывает сегодня практически все сферы, в том числе государственные органы. Для обучения студентов и учащихся колледжей были собраны высококлассные инженеры, имеющие большой опыт в этой сфере. Занятия ведут непосредственно инженера-программисты из компаний, входящих в состав IT-ассоциаций. То есть это непосредственно те люди, которые работают, для которых это является профессиональной специальностью уже многие годы. И поэтому знания, которые даются именно в этой школе программирования, они будут востребованы на рынке однозначно. Потому что, скорее всего, успешные выпускники данной школы, они займут рабочие места в наших IT-компаниях Западно-Казахстанской области. Благодаря полученным знаниям слушатели школы программирования создадут свой сайт «Мой персональный блог», то есть сайт о себе. При этом он будет адаптирован для работы одновременно как на компьютерах, так и на мобильных устройствах. Это большой плюс для нашей молодежи, где они могут еще получить знания по IT-технологиям развиться, саморазвиться, а также открыть какие-либо стартапы. На своих площадках развить идею в этом поможет IT-ассоциация, а также IT-хаб в школу программирования. По итогам обучения слушатели создадут собственное портфолио, выполнят проекты, максимально приближенные к реалиям IT-индустрии и актуальным запросам работы дателей. Организаторы школы считают, что все ее выпускники будут востребованы на рынке труда. Екатерина Шмидт, Рустем Ищанов, Алтенбек Кабделов, телеканал Акжаик.